СОКРОВИЩЕ БЛАШИНОГО РЫНКА Они идеальная пара. Он ремонтирует, я делаю это красивым. Сегодня они борются против пары друзей, Кена и Мелиссы. Их план — украсть победу их восхитительными творениями. Если где-то спрятано сокровище, мы его найдем. Точно. Две команды отправятся на потрясающий блошиный рынок в надежде выиграть 5000 долларов. Я чую хорошие сделки за километр. СОКРОВИЩЕ БЛАШИНОГО РЫНКА Привет, ребята. Привет, как дела? Как вы? Привет. Вы лучшие друзья? Да, со старших классов. Да, со школы. Вас объединяют походы по блошиным рынкам? Да. На блошиных рынках мы прошли через все. Блошиные рынки — как терапия. Идешь по рядам, покупаешь и раскрываешь себя. Столько узнаешь о другом человеке. А как меняются взаимоотношения мужа и жены, когда они посещают блошиные рынки? Мы женаты больше 17 лет. У нас пятеро детей. Я могу делать это с закрытыми глазами. Правда? Легко. Отлично. Значит, не переживайте. Нет. Ни капли. Все схвачено. У вас есть час и 500 долларов, чтобы найти предметы на три проекта. Первое задание. Готовы? Металлические изделия. Надо создать предмет мебели, в котором будут сочетаться несколько типов металлической отделки. Например, золото, серебро, бронза, медь. Второе задание. Неформальный обед. Необходимо создать предмет столовой мебели для небольшого пространства. Вещи, которые подходят для квартиры или небольшого дома. Третье задание. Цветовой дизайн. Преобразите находку блошиного рынка, используя сочетание контрастных цветов или деграде. Если не уверены в оттеночном переходе, лучше использовать контрастные цвета. Если справитесь с деграде, можете заработать много денег. Готовы? Я ставлю таймер на один час. Список заданий, деньги, внимание, начали. Удачи! Здесь такой огромный выбор. Да, я могла бы провести здесь весь день, неделю. Сначала займемся заданием по металлу, согласен? Да, думаю, нужны какие-нибудь ножки для мебели. Сделаем что-то на железных ножках. И сделаем столик с речным декором на столешнице. Будет здорово. Смотри. Вот они. Выглядят замечательно. Деревянная столешница. Согласен, будет круто. Продаются? Конечно, 15 долларов за каждый. А если мы предложим 30 за 4? Я согласна. Спасибо огромное. Круто. Пожалуйста. Прекрасно. Вы лучший продавец. Я так довольна. Давай глянем на этот кусок дерева. Хорошо, посмотрим. Можно поместить его или наоборот добавить металлические ножки. И здесь вырезать речное русло. Согласен? Как тебе идея? Хорошо. Вставим диодную подсветку, и получится классно. Может, уступите за 20 долларов вместо 25? Да. Спасибо. Ищем предмет для цветового дизайна. Ищем что-то наподобие бара. Кажется, я что-то там вижу. Мило, будет бар с контрастным сочетанием цветов? Да, точно. Здесь есть место для хранения. Да. А что это за предмет мебели? Старый комод раньше использовали для умывания и хранения ванных принадлежностей. Теперь знаем, что это из ванной. Прямо перед нами. Да, из ванной. Переносим из ванной в гостиную и делаем роскошный бар. Точно. Если позволит цена. Именно. Сколько стоит? Продаю за 169 долларов. Ух ты. Уступите за 120? 120. 120. Продано. Отлично, спасибо. Из ванной в бар? Из ванной в бар. Неформальный обед. Думаю, нам нужен какой-нибудь необычный предмет, из которого можно сделать остров. Погоди, иди сюда. Смотри. Если получится поменять крышку, без проблем. Добавить дерево, например, столешницу. Обжечь ее и состарить. И получится небольшой буфет или остров. Цена 50 долларов. Как насчет 30? Я согласен. Спасибо. Здорово, спасибо вам. Спасибо огромное. Круто. Давай займемся проектом с металлом. Давай. Найдем что-то большое, необычное, с историей. Из чего можно сделать, например, часы. Это идея. Понимаешь? А что там? Прекрасно. Если отчистить... Да. Можно сделать золотой циферблат или что-то такое. Чтобы было два типа металла. Круто. Какова история этой вещи? На ней название песни. Что это? Из Кармен. Кармен-дуэт? О, мать! Надо же. Мне так нравится. 75? Да. 65? Да. 65? Отлично. 65. Берем за 65. С этим связана история. Столько всего, особенно в Нью-Йорке. Отличный проект. Для задания по контрастным цветам мы хотели бы что-то смелое, эксцентричное. Как и ты сама. Спасибо. Погоди секунду. Посмотри на эти вещи. Боже, что это? Не знаю, но мне нравится. Можно узнать про эту вещь? Что это? Ящики для пушечных ядер. Пушечных ядер. Интересно. Ящики для боеприпасов. Всегда интересно узнать историю вещи. 55 за два ящика. А нужен один. Отдадите за 20. Хорошо. Отлично. На неформальный обед нам нужно что-то компактное для небольшого пространства. И многофункциональное, особенно если есть дети. Погоди, вот-вот, посмотри. Складывается? Боже, отлично. Мне так нравится. Это набор. В небольшой квартире можно повесить стулья. Да, мне нравится. Я в восторге. Сколько стоит набор? 108 долларов. 108. Может... 80 за все? А 85? Договорились. 85. Отлично. Спасибо вам огромное. Пока все идет отлично. Да, согласна. Доберемся до мастерской и запугаем их. Сделаем их. Да, мы справимся. У наших соперников просто нет шансов. Ни одного. Вообще. Мы пришли за победой и добьемся ее. Добро пожаловать на сокровища блошиного рынка. Мы в мастерской. Участники ремонтируют, сочетают и создают будущие шедевры. Надеюсь. Я в тебя верю. Хорошо, не сомневайся. Питер и Триш надеются создать потрясающий мебельный набор. Они используют металлические обручи и необработанный кусок ствола дерева для изготовления кофейного столика. Они преобразуют комод в кухонный остров. А оружейный ящик в консольный столик. Удобно? Где вино? Возвращайся к работе. У Кена и Мелисса еще много работы впереди. Они собираются обновить стильный набор мебели из бестро. Из пластинки для калиопы сделать настенные часы. Из старинный комод из ванной превратить в бар. Смотри, идеально подходит. На каждый проект команды получают дополнительно 100 долларов на отделку. Новые аксессуары и помощь мастеров, плотников и умельцев. Кому пицца! Наш проект для задания металлической изделия. Превращаем пластинку для калиопы в часы. Из этого делаем основание для циферблаты. Да, давай разметим. Давай. Надо покрасить заднюю панель часов медной краской. Это большая монетка? Да, большая. Пластинка для калиопы. Мы превратим ее в циферблат часов. А из чего стрелки? Из темного металла. Почему не попробовать эти металлические стрелки? Они незаметные. Добавить слоу медной краски, чтобы издалека было видно. Хорошая идея. Это свяжет всю композицию. Что у меня на руке? Растворитель. Извини. Извини. Для задания металлические изделия мы взяли 4 обруча и кусок ствола. Сделаем потрясающий столик с речным орнаментом. Разрежем обручи. Сварим их. Потому что нам нужны прочные ножки. На столешнице вырежем русло реки и сделаем медную вставку. Это волна? Делаем речной орнамент. Ясно. Это будет русло. Столешница. Никогда такого не видела. Очень хочется посмотреть, что получится. Рискованно, но может сработать. Мы добавим диодную подсветку. Проложим диодную ленту здесь. Я немного переживаю. Не будет ли смотреться вычурно? Это здорово. Не стоит перегружать. Это его уже край, понимаете? Это через край. Не надо подсветки. Не надо. Вытесываю русло реки. Мне нравится, нравится. Я кое-что принесла. Что у тебя? Кораблик для вашей речки. Забавно. Лара считает, что подсветка лишняя, но мы хотим посмотреть, что выйдет. Выглядит здорово. Подсветка смотрится хорошо, и мы ее сделаем. Последний штрих. Выглядит потрясающе. Надо приложить заднюю панель к пластинке. Убедимся, что все закреплено. Ты только посмотри на это. Все на местах. Часы готовы. Мила, хочешь видеть итог? Что думаешь? На стене? Мне нравится. Сочетание металла и бронзы на пластинке. Класс. Вечная классика. Для проекта неформальный обед переделаем комод в кухонный остров. Идеально. Да. Какой план? Что у нас? Классная корзина. Они отлично сюда помещаются. Что скажешь? Нужна деревянная полка, на которой она будет стоять. Хорошо. Готово. Отлично. Сделаем столешницу из переработанной древесины. Распилили и зачистили. Готово. Обожжем. Красим черной морилкой. И сухой кистью наносим светлую краску. Наружную часть покрываем серым цветом. И добавляем скобяные детали. В стиле деревенский шик. Фантастика. Для проекта «Неформальный обед» решили преобразовать старые ржавые стулья и столы. Добавим обивку. Нашли ткань, которая хорошо сочетается с гарнитуром. Перенесем цвета со стульев на основание стола. Рыжую краску наносим сюда. Сделаем легкий отпечаток в любом месте. Всего один раз. Вот так. Бум. Бум. Чувак, здорово. Нравится? Это принесет нам кучу денег. Получился классный набор мебели для обеда. Ящик для снарядов решили превратить в консольный столик. Да, снаружи сделаем его серым и покрасим голубым внутри. Вот так. Мило. Поставим его на металлические ножки. А чем можете его немного украсить? Чем больше необычных деталей добавите, тем больше окупится на блошином рынке. Точно. Поставим его на металлические ножки. А на внешней стороне сделаем рисунок для настольных игр. Рисую шахматную доску. С другой стороны – меловая доска. Замечательный консольный столик. Настольные игры снаружи, место для хранения внутри. Что может быть лучше? Это эскиз проекта «Цветовой дизайн». Поставим это на металлические ножки. Вы используете один, два, три, четыре разных цвета. Плюс серебряный. Весело. Красочно. Цветасто. С каждым новым цветом отходите от комода и проверяйте, нужно ли добавить или приглушить. Пусть сам предмет мебели диктует дизайн. Хорошо. Разрежем крышку на две части. Одна будет открываться вот так. Поставим его на ножки, чтобы он был повыше. Внутри будет букет красок. Снаружи покрасим его в белый с серебряными вставками. И сделаем поднос. Переворачиваю эту часть. И получается поднос. Когда проект закончен, кажется легче легкого. Мы уверены в наших проектах. Победа у нас в кармане. Поехали. Все проекты получились замечательными. Они функциональны, красивы и уникальны. Мы справились. Победа наша. Сокровище блошиного рынка. Сокровище блошиного рынка. Добро пожаловать на Гранд Базар в Нью-Йорке. Наши команды готовятся продать обновленные предметы мебели, включая мебель для неформального обеда. Отлично получилось. Да, очень красиво. Проекты цветового дизайна. Обожаю это зеркало. Им надо продать повыгоднее, потому что команда, получившая больший доход, выиграет пять тысяч долларов. Мы уверены. На все сто. Даже больше. Точно. Эй, Питер и Триш, мы отправим вас вниз по реке вашего столика. Никогда не видела столика с речным орнаментом. Интересно, за сколько сможете его продать? Возможно, придется поторговаться. Или вы найдете покупателя, которому он будет просто необходим. Действительно необычный предмет. Очень интересный. Интересная мысль, прикрепить его на деревянное основание и покрасить таким цветом. Нравится использование меди. Очень актуально сейчас. Это победитель. Мне нравится этот рынок. Это местная община. Люди очень доброжелательные. Они ждут торга. Они хотят сделку. Предлагаю идти им навстречу. Команда, которая больше выручит от продажи, выиграет пять тысяч долларов. Покажите, на что способны. Продумайте маркетинговую стратегию, продайте каждый предмет и не скромничайте. Я не волнуюсь за вас. Готовы? Да. Мы открыты. Заходите. Здорово. Очень-очень интересно. Спасибо. Посоветую с мужем, он где-то рядом. Отличный подарок на день отца. Нужен кухонный остров? Нет, мне не нужен. Спасибо. Мы вернулись с мужем. Да. Рады вас видеть. Это старая пластинка. Она играет песню из оперы «Кармен». О, мать! Эту песню мы поем ему каждый вечер. Не может быть. Точно. Часы стоят 225 долларов. Давайте за 100. За 200 отдадим. На 150 согласен. 150 не знаю. 160 и они ваши. Что думаешь, сынок? 160? По рукам? Договорились. Сын согласен. Отлично. Сделали. Продано. Осталось два. Вперед. Можно использовать как кофейный столик. Или для вина. Да, спасибо. Можете хранить сандалии и туфли на нижней полке. Состаренная столешница. Мне нравится. Есть предложение? Я фанат состаренного дерева. Мне нравится столешница. Может, сделаешь предложение? А то я уведу его. Прекрасное исполнение. Спасибо. Мы вложили в него много сил. Куплю за 235. 235? Спасибо. Продано и продано. Вот так. Мама просит вас прибираться в комнате? Да. Можно сложить все сюда и закрыть. И в комнате полный порядок. Уникальная вещь. Нравится, как вы его спроектировали. Спасибо. Спасибо. Муж сейчас переделывает террасу. Нам нужна мебель. Отлично. Сядьте, посмотрите, попробуйте. Сядьте. Садитесь. Отлично. Создано для вас. Именно для вас. Все предметы складываются. Мы готовы отдать чуть дороже. Ну, скажем, 120? Что думаешь, 120? Хорошо, 120. Отлично. Ура. Победный танец. Победный танец. Вы такой не найдете. Боюсь, с ним не пустят в самолет. Ничего. Ничего. Вечеринка в баре? Да, вечеринка в ящике. На горшке. Так мы это называем. Это речной столик. Разве не замечательный? Я раньше таких не видела. Нравится ручная работа. Можно поставить перед диваном. Будет мило. Готовы уступить? За 275, если вы согласны. Да. Отлично. Договорились. Договорились. Идете вровень. Вы продали по два предмета. И вы. Всем весело. Мне нравится. Команды гонятся друг за другом. Каждая команда продала по два предмета мебели из трех. Хорошо. 120. Боже. Отлично. Договорились. Питеру и Триш осталось продать консольный столик. На столешнице изобразили шахматную доску. Ух ты. И миловая доска. Прикольно, да. А с другой стороны стенда, Кен и Мелисса ищут покупателя для красочного бара. Люблю цвет. Здесь много цветов. Он большой. Надеюсь, найдем кого-нибудь смелого и отважного. Да, это точно. Но время идет. День подходит к концу. Обеим командам нужно хорошо финишировать, если они хотят победить и выиграть 5000 долларов. Мы открыты. Рассказать вам о столике? Вы все время на него смотрели. Он очень основательный. Оригинальный замок, миловая доска. Мне нравится серый цвет. Да. Красивый, практичный. Спасибо. Может, договоримся за 70? 75 и продано. 75 и он ваш. Согласен, за 72. 72? Отлично. Тогда 72. Хорошо. Спасибо вам. Вы наш последний покупатель сегодня. У них один предмет, и время идет. Шикарный белый ящик. А что происходит потом? Магия. Это превращается в поднос. И начинаем вечеринку. А где Хеннесси? А если вам надоест бар? Нравятся цвета. Давайте обсудим. Ждем предложений. 175. Если согласитесь, за 180. 180. Ладно, лишние 5 долларов. Потому что вы симпатичная в очках. Спасибо. Спасибо вам. Отлично. Вы продали все предметы. Только подумайте. Поздравляю. Отличная работа. Счет 3-3. Кто победил? Мы победители. Мы победители. Давайте сначала поговорим о ваших проектах. Я хочу вас поздравить. Спасибо. Расскажите о часах. Потратили 65 долларов, а продали за 160. Очень прибыльно. Да уж. А теперь о ваших соперниках. Кусок древесины и обручей стали самой большой загадкой в истории шоу. Я не поняла, что вы задумали, когда увидела эти предметы. Но у вас было свое видение и результат. Спасибо. Сколько вы потратили на изготовление этого предмета? В общей сложности 50 долларов. И вы продали его женщине, которая в него влюбилась за 275. Поздравляю со сделкой. 190 долларов общая выручка Кена и Мелиссы. Против 482. Поздравляю. Вы победители шоу «Сокровища Блошиного рынка». Сбылась мечта моей жены. Я так рад. Правда, моя мечта. Самая заветная. Если проигрывать, то по-крупному. Как мы только что. Спасибо, что смотрели «Сокровища Блошиного рынка». Хорошего дня. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.